Победный выиграл Победный выиграл Какое блюдо поразило Алексея Черемисина? Диагональный казанского «Зенита» узнал много нового о национальной татарской футболе. Казанская «Динамо» победила в схватке лидеров чемпионата страны. Но лазарят команды пополнился еще одним игроком. Блокирующий или нападающий первого темпа? В рубрике «Азбука волейбола» подробно разберем, чем занимаются на площадке Александр Волков и Мария Бородакова. Действующий победитель Европейской линии чемпионов. Обладатель золотого комплекта наград открытого чемпионата и Суперкубка России. Во главе с главным тренером сборной страны Владимиром Олеговым, под руководством которого россияне стали олимпийскими чемпионами игр в Лондоне, пожаловали в Харьков к местному локомотиву. Матч с такой яркой афишей вызвал небывалый зрительский интерес у украинских болельщиков. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Город очень хороший. Они тут много и сильно поработали. Кевра 2012 город преобразился. А то, что касается команды, по сравнению с прошлым годом, и так команда не подарок была. В плов у нас прошла, там хорошо выступила, там факел не пустила дальше. Это уже говорит само за себя. Да, и плюс они сейчас укрепились, по моему мнению, хорошим пасующим, где пистолетом двигается. Игра появилась такая, очень много играет первым темпом. Мы видео смотрели, разбирали команду. Ну, такая неприятная. Плюс они еще достаточно хорошо, я помню, по прошлому году играют у себя дома. Места на трибунах начали заполняться задолго до встречи. Игра с участием Казанского «Зенита» вызвала в Харькове настоящий ажиотаж. Дворец спорта «Локомотив» был заполнен до отказа. Только из ближайших городов приехало посмотреть на встречу действующих чемпионов Украины и России более 200 болельщиков. Перед стартовым свистком президент волейбольного клуба «Локомотив» вручил шестерым олимпийским чемпионам, которые приехали в составе казанской команды, ценные памятные сувениры в знак уважения к их волейбольному подвигу на Олимпиаде в Лондоне. В новейшей истории украинского волейбола «Харьковский локомотив» и «Казанский зенит» встречались впервые. Правда, подойти к этой игре в оптимальных составах не получилось. У «Локомотива» в лазарете находился капитан команды Владимир Татаринцев, а накануне матча к нему присоединился связующий Франк де Пестель. У «Зенита» в списке травмированных по-прежнему числились Юрий Бережко и Александр Волков. Казанцы уже в начале первого сета достаточно убедительно напомнили о своих игровых амбициях. При счете 4-7 главный тренер железнодорожников взял первый тайм-аут. Но ситуация на площадке не изменилась. Со счетом 5-8 команды ушли на первый технический перерыв. У «Зенита» отменно работал блок, и в то же время мало что получалось у главного бомбардира украинской команды «Тютлина», принимающие «Локомотива» с трудом сдерживали мощь «Зенитовских» подач. Команда Владимира Олегна понемногу ушла в отрыв. Хриковчане лишь попытались догнать, но наша команда уверенно выиграла стартовый сет. Первая партия немножко попроще удалась, там серии подач не подала команда противника. Вторая партия уже началась борьба. Ну мы работали на тренировках над защитой и над приемом. В этой игре это все гораздо лучше получалось, чем, например, с «Ургутом». Ну это был сегодня решающий фактор подачи. Наши подачи мало ошибались и хорошо принимали, защищались. Начало второй партии на радость харьковским болельщикам выдалось немного ровнее. Но вскоре «Зенитовцы» постепенно стали показывать свое преимущество в классе. Пятитысячный зал «Локомотива» загудел, и поддержка болельщиков сделала свое дело. Гонимый в бой многотысячной армии фанатов, чемпион Украины сократил разрыв до трех очков. 11-14. И тут уже Владимир Олегнов взял тайм-аут, который подействовал на игроков «Зенита» отрезвляющий. Но железнодорожники снова пустились в погоню. Однако в арсенале «Зенита» на любой маневр хозяев площадки находились убедительные контраргументы. В первую очередь казанцы усилили игру на блоке. После серии тактических замен в обеих командах особых перемен на площадке не произошло. Хотя «Локомотив» сократил отставание в счете. 20-22. Но на большее украинцам рассчитывать не приходилось. Проигрывая по партиям 0-2, харьковчанам оставалось биться разве что за сет престижа. У них в том году было 5 турниров, в которых они играли. В этом году примерно то же самое. Сказывается это на команде? В положительную или в отрицательную сторону? Ну, кому как, я не знаю. Наверное, где-то все-таки в отрицательную. Потому что если команда задействована по максимуму в турнирах, в Еврокубках, а потом они еще, насколько я помню, после нашего плова играли еще свой финал. Но да, концентрация может рассеиваться со временем. Но надо все время себя в тонусе держать. С другой стороны, посмотреть, ты повышаешь свой класс, если ты хочешь. Если ты участвуешь в них, не просто лишь бы участвовать, а с какой-то целью, задачей, то это идет на пользу. Тяжело, но на пользу. На старте третьей партии хозяевам удалось не только выйти вперед, но медленно и верно нарастить преимущество. В итоге на первый технический перерыв в этом сете локомотив ушел лидером. 8-6. После этого наступила пора качелей с некоторым перевесом железнодорожников. Вплоть до счета 14-14. Однако выдержать заданный темп локомотиву не удалось. 15-16. Зенит вернул себе лидерство. В концовке третьей партии Владимир Олеговна усилил прием при помощи Бабичева и по традиции выпустил на блок Димакова. Иван оказался самым расторопным на сетке. Точку в матче мощной подачей поставил капитан Зенита Максим Михайлов. 0-3 по партиям и казанцы одержали очередную красивую победу. В конце все-таки собрались. Минимум ошибок. Ну и подача Максима Михайлова. Это как венец хороший. В принципе они в каждой партии боролись. Просто за счет каких-то своих невынужденных ошибок нам удавалось отрываться. Но в третьей партии чуть-чуть успокоились локомотив. Поэтому такая равная игра была. И под занавес нельзя не отметить, что после игры харьковские болельщики еще минут 20 не отпускали зенитовцев в раздевалку. На данный момент команда Владимира Олеговна занимает второе место в турнирной таблице чемпионата страны, пропуская вперед лишь новосибирский локомотив. Зенит отстает от сибиряков на три очка. Ближайший матч российского первенства наша команда проведет в Казани на арене центра волейбола Санкт-Петербург. 8 декабря против Белогорья из Белгорода. Вход свободный. Приходите, поддержите «Зенит Казань» и насладитесь яркой игрой своей команды. 8 декабря в центре волейбола Санкт-Петербург. Нашим парням будет нужна ваша поддержка. В Казани может пройти финал четырех Кубка России среди женских команд. Выбор города, который будет принимать этот турнир 22 и 23 декабря, проводится на конкурсной коммерческой основе. Волейболий клуб «Динамо Казань» подал заявку на участие в конкурсе. И за эту возможность Татарстан поспорят с Москвой и Краснодаром. Завоевав путевку в финал четырех Кубка страны, команда Решата Гелезуденова переключилась на чемпионат России. В матче лидеров российского первенства «Казанская Динамо» со счетом 3-1 обыграла одноклубниц из Москвы и сохранила за собой первое место в турнирной таблице. Перед этой игрой лазарет казанской команды пополнила американская блокирующая Хизер Боун, получившая повреждения на тренировке. Продолжает восстанавливаться от травмы доигровщик Татьяна Кошелева. Он коренной москвич, но настолько полюбил Казань, что не собирается отсюда уезжать и готов играть в местной команде столько, сколько сможет. Герой нашего следующего репортажа за пять лет в Татарстане испробовал много местных национальных блюд. И казалось, его мало чем можно удивить, но в одном из ресторанов города такое блюдо все же нашлось. Друзья, всем привет! С вами Фарид Галимов и это программа «Волейбол». Сегодня у меня назначено рандеву в этом ресторане с одним из игроков команды «Зенит Казань». С кем именно, я пока вам не скажу. Дождемся его, и вы все сами поймете. А вот Алексей. Здравствуй, дорогой! Ну что ж, друзья, вот и тот самый спортсмен, о котором я говорил, это Алексей Черемисин, игроком «Зенит Казань». Леш, спасибо, что согласился на интервью, спасибо, что приехал сюда. Ну что ж, приглашайте за стол. Алексей Черемисин с диагональной командой «Зенит Казань». Рост 202 сантиметра, играет под девятым номером. Выступает за Татарстанский клуб с 2008 года. И за это время зарекомендовал себя одним из самых стабильных и надежных игроков команды. В составе «Казанцев» стал четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России, трехкратным обладателем Супер Кубка России и победителем Лиги Чемпионов. Леш, пригласил тебя в этот ресторан, чтобы отведать татарской кухне. Я знаю, что вообще все спортсмены любят кушать, я думаю, ты тоже любишь кушать. Ну и сразу логичный вопрос. Какую кухню ты предпочитаешь? Русскую, обычную, как бы никаких исключений нет, таких прям уж. То есть ты такой всеядный? Да, да. Все, что вкусно, все ем. Потому что, когда многим задаешь этот вопрос, они, как правило, говорят «Итальянская кухня», там еще что-то. То есть ты русская именно? Ну да, больше привык уже к этому, поэтому итальянская мне не очень нравится. Борщ, картошка. Здравствуйте. Здравствуйте. Наш фирный напиток – катый. Подается каждому гостю индивиду, что-то похоже на ряженку. И рядышком находится картошка, то есть это творог жареный. Правильно кушать ее – высыпаете катый и перемешиваете. И на вкус получается как йогурт. Если ты пробовал губадьо, татарское блюдо, то вот в самом низу идет как раз прослойка. Да, мне нравится губадья, она такая сладенькая, хорошая. Вот, вот это как раз есть крт, который идет там в самом низу губадьо. Здесь получается мини-губадья, мини-эчпочмак. Эчпочмак, да. Карамеш, видимо, ай, элеш. Это элеш и беккент. Сейчас попробуем. Ну ничего, кстати. А раз пробовал сейчас, очень вкусно. Да, несмотря на то, что ты вначале сказал, что ты каток не любишь. Да. Вот видишь, оказывается вкусно. Домашний вкусный, да. Да. Начнем мы наше интервью с банальных простых вопросов. Где ты родился, где вырос? Родился в город Москва 32 года назад. Там пошел в спортшколу волейбольную. Тренер. Пришла в класс, сказала, можно посмотреть самых высоких. У нас всего двое было в классе. Вот мы двое встали, нас забрали. Шестой класс, начало. И в седьмом я уже перешел, переехал в другую школу, в центр Москвы, так скажем. Живу я так, на окраине. В центр Москвы переехал. И каждый день ездил туда и учился. И между учебой были тренировки у нас. Родители сначала были против. Почему? Ну против, потому что они же не знают, куда я уехал, чего, как. Ну потом, когда узнали, дали добро, я начал заниматься. У меня мама, папа высокий. Поэтому и брат высокий. Как долго ты уже играешь в клубе «Зенит»? Пятый год. Команда хорошая. Команда на первых местах лидирует. Поэтому в такой команде приятно очень играть. И охота. А вообще, Леш, тяжело играть в лидирующей команде? Ну, есть своя доля такой ответственности. Где ты не имеешь права на то или на это, на лишнюю ошибку. И когда приезжаешь в другие города, как бы, ты действующий чемпион. И поэтому нельзя ударить в грязь лицом, так скажем. Надо пока-пока. Люди приходят посмотреть красивую игру. Ты недавно женился. Ну, скажем так, не совсем недавно, полтора года. Она ушла из спорта. Да, уже два года назад. Не думайте, что... Спортменского и Болиска. Она у меня сейчас в положении. Пять месяцев уже. Очень жду этого события. Леша, ты можешь сказать мне в двух словах, что тебе нравится в Казани, а что тебе не нравится в Казани? Очень хороший город. Вот я сам из Москвы, столица. Не считаю Казани хуже, чем Москва. По размерам она меньше. Но... Все то же самое, что и в Москве, все здесь в Казани. Только здесь все компактно, удобно, без пробок. Хороший город. Мне нравятся сейчас ремонты перед универсиадой, заторы, пробки. Я сейчас даже переехал, жил на Чистопольской, переехал в центр. Ну, ближе, чтобы до зала было удобнее ездить, чтобы было время между тренировками отдохнуть. Помнишь ли ты, Леш, когда ты заработал свои первые деньги? Помню, это было давно и немного. Была такая команда МГФСО. Вот, ну и там первый контракт, первая зарплата. Ну, тогда еще плохо платили, у нас мы играли там по высшей лиге. Мы начинали с первой и до самого верху набирались. Сколько? Не помню, не могу сейчас сказать, сколько это было. А вот и нам выносят, кстати, наши блюда, Алексей. Я тебе заказал. Ого! Жизнь, это филе татарский. Пожалуйста, барань на татарский. Это барань на татарский, а это филе тамлет. Тамля вообще переводится с татарского, Алексей, переводится вкусно. Получается что, филе? Вкусное филе? Ну, просто, ну, то есть блюдо, так называется, тамля. Вкусное. Хорошо прожарено, как я люблю. Ты доволен? Да, да, вкусно. Вот эти запеченности внутри особенно были, интересные. С татарской кухней ты познакомился только в Казани? Только в Казани. Приехал сюда, и вот первый год все это распробовал, распробовал. Хорошая кухня, мне нравится, как бы, и вот. Но нравится больше сладости всякие. Эти петчмаки не всегда я люблю, да, не всегда ем. Но когда уже голодный, да. А и сладости что больше всего нравится? Ну, вот. Губадья. Губадья, да. Губадья и чак-чак. Я уже еду в Москву, я уже знаю, что без чак-чака меня обратно отправят. Даже так. Вот в обычный день, не выходной, а вот когда у тебя тренировки, в рабочий день, скажем так, такой краткий твой распространение дня. Поскольку он начинается, что ты делаешь, чем ты завтракаешь. Спокойно проснулся, пошел умылся, я не знаю, как, побрился. Позавтракал. Завтрак у меня однообразно, так скажем. Хлопья, молоко. Ну, то, что на скорую руку приготовишь. Чай, трубочки с вареной сгущенкой. Кстати, вот посмотри, вот эта сладость. Это тоже национальное татарское блюдо, называется толкашка леве. Она очень воздушная такая, это с чаем. Как сахарная вата, да. А ты вообще сам готовишь? Нет. Максимум яичницу пожарить. А так нет. Скоро новогодний праздник. Где ты его будешь отмечать? Есть ли какие-то уже планы? Да планов пока нету. Буду отмечать с друзьями. Пока еще не знаем где. Но планируется балмаскарад, так скажем. Дай угадаю, ты придешь в костюме волейболиста. Такой грандиозный костюм я не буду прям придумывать. Ну, какую-то там парик, шляпу, усы, я не знаю. Ну, если ты решишь пойти в ковбойской одежде, ковбойскую шляпу я тебе дам. У меня есть шикарная ковбойская шляпа. Останется только тебе что-то добрать низ, скажем так. Да, да, да. Много снега, когда он падает, на улице тепло, все гуляют, веселятся, пускают петарды. Я в том году также ко мне приезжала дочка с мамой, и жена здесь была. Вот мы выходили, пускали петарды. Очень люблю Новый год, и вообще я люблю зиму, так скажем, в меру. В меру. Да, да, и лето в меру, и зиму в меру. Ну что ж, друзья, вот такая у нас интересная беседа. Получилось с Алексеем Черемисиным за столом ресторана. Попробовали мы татарскую кухню. Алексей, вроде, тебе понравилось. Тебе понравилось? Да, да, очень. Действительно, очень все вкусно было. Не просто для слова, а действительно вкусно. Я рад, что тебе понравилось. Ну что ж, друзья, это Алексей Черемисин. С вами программа «Волейбол» и я, Фарид Гарин. Леш, спасибо тебе за интервью. Спасибо, что пришел к нам. Спасибо вам. Ну что ж, всем пока, до новых встреч. Пока. Что такое игровое амплуа, мы узнали с вами из прошлой программы. Также выяснили, что на площадке игроки делятся на 5 категорий. Теперь постепенно разберем роль каждого игрока в отдельности. Кто такой блокирующий или нападающий первого темпа? И в чем заключаются его функции? Расскажем далее в нашей постоянной рубрике. Центральные блокирующие или нападающие первого темпа. Очень высокие игроки блокируют удары соперника, атакуют из третьей зоны. Представители Николая Паликов, Александр Волков, Мария Бородакова и Регина Мороз. Двое центральных блокирующих или нападающие первого темпа бьют с коротких прострельных передач. На этой позиции выступает немало спортсменов баскетбольного роста. К примеру, блокирующий казанского «Зенита» Александр Волков – самый высокий игрок в команде. Его рост 210 сантиметров. Мария Бородакова – самая высокая блокирующая клуба «Динамо Казань». Ее рост 190 сантиметров. Главная задача Александра и Татьяны – блокировать удары соперников так, чтобы мяч не перелетел через сетку или попал к защитникам своей команды. Роль центрального блокирующего – ставить блок, перемещаться в края и атака первым темпом. Это на передней линии. Прыжок блокирующих должен быть не только высоким, но и своевременным. В противном случае блокируемый перевесит блок и нанесет удар поверх него. Правилами допускается перенос рук блокирующими на сторону соперника, при том условии, что они касаются мяча после того, как его коснется атакующий. Александр Волков вспоминает, что в юности амплуа блокирующего для него выбрал тренер, и теперь он неизменно выступает в этой роли, хотя и не прочь поэкспериментировать. Меня поставили как центрального блокирующего, и с тех пор я не менял свою позицию. Хотя иногда, конечно, хотелось бы что-нибудь попробовать другого. Александр Волков не исключение. Многие волейболисты, как и он, еще в юности получают определенные амплуа, а затем остается только годами оттачивать мастерство. Он играет в амплуа центрального блокирующего. Он должен быть в самом высоком команде, прыгучем и очень подвижным на передней линии. Мы показываем блокирование в третьей зоне. Блокирование с перемещением. Это во второй зоне и в четвертой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нападающие первого темпа во многом обеспечивают эмоциональные игровые связи команды. На эмоциях они нередко предпринимают рискованные, непродуманные действия, которые часто бывают успешными. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В очередном выпуске тележурнала «Волейбол» вас ждет встреча с еще одним известным спортсменом. И мы расскажем, смог ли «Зенит» удержать лидерство в Лиге чемпионской схватки. С вами был Фарид Галимов. Встретимся через неделю на ТНВ. В четверг наша программа выходит днем после новостей в 14.15 и в полночь в 24 часа. Уверен, вы не пропустите. И да пребудет с вами волейбол. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова